Вторая неделя ноября подошла к концу. Все начинают активно готовиться к зиме. Это «Минский курьер». Коротко о главном за неделю расскажу я, Дарья Нищадим. Здравствуйте! Около трех тысяч беженцев находятся на белорусско-польской границе. Протяженность лагеря – километр. Я не сомневаюсь в том, что наши власти примут, как всегда, мудрое и разумное решение по отношению к беженцам, которые сегодня на территории нашей страны находятся. Сегодня необходимо поддержать людей в том состоянии, в котором они находятся. Среди мигрантов почти 500 детей. Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь. К акции подключились и общественные объединения. Чужой беды не бывает. Мы не явились сторонними наблюдателями всей той ситуации, которая проходит сегодня на белорусской границе. Желающие помочь беженцам могут обратиться в Белорусский союз женщин или Белорусское общество Красного Креста. Мы принимали помощь индивидуально от граждан. Сегодня из Минска только ушел, будем так говорить, гуманитарный конвой, гуманитарная колонна из 11 машин. Молодежь против COVID-19. Ребята вакцинируются и предлагают гражданам присоединиться. У нас набрана команда активистов БРСМ. Каждый день 4 человека посменно дежурят в ЦУМе и раздают листовки, на которых написана агитационная информация о вакцинации. На этой неделе в пункте вакцинации торгового центра столицы появилась китайская вакцина. Привиться можно на верхнем этаже. При посещении обязательно иметь паспорт. Найти все пункты вакцинации в Минске и выбрать ближайший к своему дому можно на интерактивной карте. В городе Минске в общественных местах уже развернуто более 20 прививочных пунктов. И сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы увеличить это количество, чтобы в каждом районе города Минска находилось как минимум 3 пункта вакцинации в общественных местах. Будет иметься возможность вакцинироваться как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Безопасность важна и на дорогах. Пока автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю, предприятие Макрадор заготавливает песчано-соляные смеси. Соль и песок – это самое оптимальное решение для зимы. Нужна определенная пропорция и, само собой, определенная фракция песка. Подготовка материалов начинается летом. Пропорции подбираются так, чтобы соль не портила обувь горожан, а песок не повреждал автомобили. Вместе с зимой приходит и праздник. На главных площадках города уже устанавливают елки. Как еще украсят город к Новому году? Традиционное панно 40-метровое на здании педуниверситета. Решено оно в этом году в королевском бордовом цвете, в изморозе. 18-метровая елка, 28 световых фонтанов. Вдоль набережной будут установлены вот такой вот зоопарк из зодиакальных животных. На строительных объектах советского района провели рейды по охране труда. Не обошлось без нарушений. Что здесь? Козырек, козырек нужен. Правда, уже все работы с краном завершены. За этот год в Минске на производстве погибли 12 работников. Чтобы избежать подобных несчастных случаев в дальнейшем, проверки соблюдения правил безопасности продолжатся. В городе Минске с 1 по 30 декабря сейчас проводится месячник безопасного труда в энергетике. Водитель БМВ врезался в столб на развязке МКАД и улицы Тимирязева. Во время движения он уснул. Удар был такой силы, что машину смяло. Больше пострадала часть авто в районе пассажирского места. К счастью, водитель был один. Сейчас он в сознании. Операция такси. Добрый день. Я Егор Адаминский, госавтоинспектор Гаченя. Будьте добры, документы. Столичная госавтоинспекция проверила документы перевозчиков и состояние транспорта. Мы требуем, проверяем. Это отдельная страховка на страхование пассажиров от несчастных случаев. Кроме страховки транспортного средства, они должны страховать еще пассажиров. За этот год водители такси нарушили правила дорожного движения больше 7 тысяч раз. Так, документы все в порядке у вас. Вижу, все, значит, осведомлены, все соблюдается. Все, всего хорошего, счастливого. Лучший двор выбрали в Минске. Им стала территория возле дома номер 60 на проспекте Рокоссовского. Устроены две модульные контейнерные площадки. Машина мест 179. Имеется три детские площадки дошкольного и школьного возраста. Две спортивные площадки с навесом, с тренажерами. Имеется мягкое покрытие, чтобы было не опасно для детей. Капитальный ремонт длился два года. Теперь тут есть чем заняться и детям, и взрослым. Ну а сейчас вот сделали хорошую площадку, и мы тут занимаемся вот на тренажерах, пенсионеры. Для коленных суставов хорошо. Кто этой осенью еще не успел посадить дерево, поторопитесь. Месячник по благоустройству и зеленению города завершается. Для нас это традиционно. Планово, я бы сказал. Мы каждый год планируем эти субботники. И весной, и осенью. В этом году, как никогда, мы высадили очень много деревьев. Очень много компенсационных посадок было взамен удаленных старых деревьев. Свежие овощи и фрукты, домашние соленья и качественный мед можно купить на сельскохозяйственных ярмарках. В отличие от привычных супермаркетов, продавцы дают пробовать свой товар и помогают с доставкой тяжелых продуктов домой. Рада сообщить, что все ярмарки продлили до 5 декабря. В выходные в столице похолодает. Будет пасмурно, но без осадков. Доставайте теплую одежду. Будьте здоровы. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи на нашем YouTube-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова